Книга «Открытым оком». Тема «Богослужение». Вопрос 494. Когда в церкви проходит дьякон с кадилом, обязательно ли вставать в круг, или это не имеет значения? Говорят, что нельзя оставаться за оградой, то есть за той гранью, где дьякон проходит с кадилом. Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Мне так видится картинка из популярного журнала. Пьяный муж сидит на полу и наполовину стащил скатец со стола на себя. Над ним склонилась изжёванная, пожелтевшая от горя жена. И Лавского говорит, но ты же обещал в прошлый раз, что не будешь больше пить. А он ей невнятно бормочет. Да мало ли что там по пьянке не брякнешь. Вот то же самое и с этими суевериями и объяснениями того, что делается в церкви. Прихожане не могут объяснить значение ни одного поворота священника. А всё богослужение состоит из сплошного кроссфорда и многословной шарады. Всё зашифровано глубже ветхозаветного и допотопного. И сам священник ничего не может объяснить. Кто из них до конца дочитал Симеона Солунского и знает содержание новой скрижали? Кто из них прочитал хотя бы раз Библию и девять томов настольной книги священнослужителя? Всё это подробно объясняющий. Воистину, на нас ежедневно сбывается это из века в век. Матфея, Евангелие от Матфея, 15 глава, 14 стих. Оставьте их, они слепые вожди слепых. А если слепой ведёт слепого, то оба упадут в яму. Исайя, 43 глава, 8 стих. Выведи народ слепой, хотя у него есть глаза, и глухой, хотя у него есть уши. Дьякон кадит не людей, а стены, не стены, а иконы. Поэтому людям нужно стоять спокойно, едва наклонив голову, и не вертеться вокруг собственной оси, как игрушки, как завороженные вслед за дьяконом.